Расстайся народ, закружи метели, целенчика плясать пойдем, дорогая девица. Ох и весело в старину вечерки проходили. Парни да девки со всех ближних деревень собирались. Пели, танцевали, да и игру устраивали. Вот так вдвоем садились на скамейку, глаза закрывали. А по голосу ведущего поворачивались. Если в одну сторону обернуться, можно и поцеловаться. Если уж в разные, то не по пути. Здесь очень яркий разрыв от настоящего фольклора, от истинного фольклора до уже, так скажем, наших современных времен. Это и в музыке, и в танцах, в движениях, и, конечно, в эмоциях. Действительно, очень искренне понять и полюбить наш северный, именно Вологодский фольклор. Время наше и 18-19 век слились воедино. Современные песни играют на инструментах старинных, а песни прошлых лет на новых. В саксофоне или тромбоне. Артист русского севера Валерий говорит, самый сложный в этом ансамбле рожок. В причудливом инструменте, как в гитаре или фортепиано, собственного звука нет. Его нужно создавать самому, губами. Пастухи играли на этих инструментах. Сейчас я вам изображу фрагментик. Это настоящий фольклорный концерт. Песни для него собирали по деревне, самым глухим и далеким. Записывали на кассеты, потом расшифровывали. И так песни в ноты превращались. Фолк-шоу – это, наверное, немножко странное название, вроде бы русский фольклор, но мы сделали преднамеренно. В целях, конечно, привлечения молодежи прежде всего, потому что на нашу программу входит разная публика. Фолк-шоу – целое театрализованное действие с героями и событиями. Вот это ярмарка. Девушки тут в самых лучших нарядах. В 19 веке ярмарка – настоящий праздник. Даже артисты на нее приезжали. Марина с традициями вологодскими знакома с детства. Прабабушка ее была причитательницей в Тодемском районе. Наверное, тяжело и легко одновременно, потому что оно русское, оно у нас в крови. Премьера фолк-шоу в это воскресенье в 4 вечера. В июне новую программу наших артистов увидят во Франции, а в августе в Санкт-Петербурге.